Субтитры сделал DimaTorzok Как типа мы не виделись, блядь. Здорово Жека, здорово Тимур. Не, ребят, на самом деле сегодня серия у нас очень интересная. Кстати, подписывайтесь на мой канал, досмотрите до конца, пишите свои комменты. Сегодня мы ее посвящаем. Почему я с Женькой, почему я опять в сервисе. Вот машина проехала 160 тысяч километров, да? Land Cruiser 200. Знаменитый Land Cruiser 200. Его вот эта бешеная надежность. Машина надежная, да, в целом? Но в умелых руках, когда ты едешь по асфальту. Потому что я езжу, а в связи с тем, что шумит пылесос, блядь, а я, сука, сбиваюсь, да? А в связи с тем, что я езжу по прямому назначению автомобиля везде, мы с ним уже занимаемся, так сказать, пляски с бубнами уже месяц, да? Что за этот месяц мы сделали? Вот смотри, пробег 160 тысяч, да? Вообще, ребят, этот репортаж, ух, репортаж, как я громко сказал, этот выпуск посвящен, наверное, советам тем ребятам, которые хотят взять двухсотку на пробеге 150-200 тысяч, наверное, да, где-то он так был? То есть машина уже походила свое, посмотрела, ей дали коксу. Что мы сделали за, вот, скажем, вот за этот короткий промежуток, когда начали делать плановые ТО? Давай, погнали по очереди. Ну, у нас что, первое у нас что было? Во-первых, заменили все технические жидкости, как положено по регламенту, прошприцевали карданные шлицевые, все это сделали. Потом мы выявили следующие неисправности на данном чудо-автомобиле. У нас потекла помпа, у нас зашумели ролики, у нас потек еще гур, это было очень тоже весело, да? И сейчас на данный момент Тимур приехал с проблемой, которая, ну, мало на каких автомобилях, в принципе, возникает, это вискомуфта, включение вентилятора. Долго, упорно мучились, да, смотрели, диагностировали, поменяли ролики. Ролики, слава богу, они были ненадлежащего качества уже на автомобиле, вот. Нет, качество ненадлежащего. Да. Они просто уже устали. Ну, да, со временем, тем более от такой эксплуатации автомобиля. Да, да. Вот, ну, соответственно, сейчас меняем вискомуфту и будем дальше смотреть. Да, ребят, я еще хочу сказать, мы с Женькой решили в прошлый раз сэкономить. Ну, все же хотят сэкономить, и вы, наверное, хотите сэкономить. Спрос экономии денег сегодня стоит очень остро. Ребята сделали мне диагностику, посмотрели те ролики, которые шумят. А самый дорогой натяжной ролик, который стоит почти 10 тысяч рублей в оригинале. Нет, это не самый дорогой, это второй. Это второй? Второй дорогой, да. Второй, ну, второй дорогой, но мы решили этот дорогой ролик не менять, поскольку он, в принципе, претензий у нас не вызывал. По итогу, что у нас получилось по итогу? Мы меняем все ролики, меряем все ремни на новые поставили, все ставим новое, и через какое-то короткое время... Через месяц и четыре дня. О, через месяц и четыре дня у меня опять шум. Я звоню, Женька, блин, что за фигня? Он говорит, приезжай, посмотрим. Приезжай, я говорю, вы мне поставили говенные ролики. Он говорит, не может быть, они в оригинале. Приезжаем, смотрим. Нет, ролики в оригинале все работают нормально, но тот ролик, который был нормальный, в связке с новыми роликами и ремнями, показал нам вот такую дулю. Короче, пришлось его менять. Но, как бы, проблема ушла. Но как? Проблема ушла. Спасибо автоцентру Южным. Ссылка на них будет в описании. Я у них обслуживаюсь. В принципе, меня все устраивает. Единственное, они меня тут прикололи недавно. Посчитали мне 2 литра масла лишних зачем-то. Ну, зачем, хрен его знает. И главное, они мне в багажник забыли положить. Я говорю, вообще, он мне не нужен был эти 2 литра масла. Да бог с ним. Хорошие ребята, они мне все поправили. Ошибка, так сказать, программы, типа. Вот. Несколько дней назад я заметил, кстати, как я вообще заметил-то. Машина молотит 20 минут на прогреве. Слава богу, перестал до керняжа жужжать. Вот. Машина 20 минут работает на прогреве. А там бабах. И холодно. Видишь, комуфта? Дует с самого начала. И мотор не может прогреться. Что, пойдем посмотрим все. Пойдем. По итогу, что происходит, да? Всем же интересно? Или вам пофиг? Но мне лично интересно. Купил помпу. В магазине. Муфту. Ой, виска. Короче, купил виска-муфту. Это старая, ребят. Возьми в тряпочку, не марай руки, пожалуйста. Да, не марай руки. Главное, чтобы совесть не замарать. Видите, да, какая фигня? Она просто... Или она должна проворачиваться от руки? Чуть-чуть. А там новая проворачивалась, не помнишь? Ну, вот тебе и раз. Она еще свистит. Ну, свист, поверь мне, никто не услышит. Как бы ты близко к микрофону не подносил. Ну, да. Я хочу сказать, что купил я ее за 6300 рублей. Дубликатную. Но, как мне сказали в магазине, что ими комплектуются, в принципе, и заводы-изготовители. Просто от того, что коробочка здесь не тойоташная. Да, они с аналогичными. Да. То есть, в принципе, Toyota... Вы можете найти такую же, так сказать, муфту в коробочке Toyota. И будет она стоить там 37 тысяч, как мне автоцентр. Да, оригинал. Оригинал. 37. 6300 и 37. Где кто кого наебал, я так понять не могу. Вот это поворот. Но они мне и дублевы умудрялись продать за 18. 6300. Жулики, я же тебе говорил. Тофик, это точно. Вот ты мне не дашь соврать. Отверялись, что ли, все? Честные слова. Одни жулики кругом. Да, ты согласен? Человек согласен. Но давайте так. Опять же. По вопросам ценообразования. Если вы берете запчасть в магазине, да, то гарантию несет только магазин, но не как сервисмен. Если вы запчасть берете через сервис, пусть она будет немного дороже, но за качество запчасти и за установку уже несет ответственность именно сервис, где вы устанавливали. А ребята, имея на руках, так сказать, лицензию на обслуживание дилерских новых автомобилей, я не думаю, что как бы они тут фуфлышники. Но поэтому и цена немного дороже, блядь, немного, в три раза. Болодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Я еще добавлю, когда отдел запчастей проценивает запчасти, то есть у нас есть определенные площадки, кто поставляет запчасти и проверенные поставщики. Это пошел от масла. Нет, чаще всего бывает то, что люди, допустим, да, вот клиенты, которые к нам приезжают, они приобретают свои запчасти. Вроде бы, казалось бы, то же самое, там коробка оригинальная, все нормально, все хорошо. По факту начинаем ставить, а там с Алиэкспресс запчасти. Жень, ты охеренный менеджер, блядь. Я бы тебе такую же тему втер бы сейчас, на самом деле. И что при демонтаже фары, блядь, на Хонде Аккорд, крепежи всегда ломаются, блядь, практически. Такая ситуация. Так она сломанная. Я говорю, слушай, а ты знаешь, именно при демонтаже вот этих фар они всегда ломаются. Я так ему правдоподобно-то загнал. Не, ребят, ну на самом деле тут хозяин-барин. Я все остальные запчасти как бы заказывал у них, и в принципе я делал аналитику цен. В магазинах там, еще где-то на сайтах. Я скажу, что цена не сильно много отличалась. Ну, чуть-чуть подороже. А какие-то позиции, я скажу, что были и дешевле. По работам у них вообще цены в ООО. Ну, здесь мы не забываем самое главное, что приобретая, когда у нас запчасти, когда мы их ставим, у нас есть гарантии, как ты и до этого сказал, что не только на работу, но еще и на материалы, за которые мы несем ответственность. То есть мы сделали полное ТО, поменяли все ролики, помпу, гур, все, что текло, все, что сопливило. Все жидкости поменяли. Да, обслуживаю я ее своевременно. Каждые 7000 я меняю масло. Ребят, не надо выкатывать на дизелях 7000. Я понимаю, что рекомендуют до 15 кататься. Не жопьте его бабок, но оно того не стоит. Меняйте. Да, ТОФИК? Да, да. Нет, скажи, 7-8 на дизеле. Не хер жопу морщить. А начинается, знаешь, ну, 10-15. Да, да, да. Чем чаще меняете масло, тем лучше. 7000, причем, когда меняете масло на крузаках, я вам скажу, меняйте сразу же все фильтры. Воздушные, топливные, ну, салонные по усмотрению. И обязательно не забывайте прошприцевать машину. Потому что это узлы, которые находятся в агрессивной среде постоянно. Я правильно говорю? Правильно. Да, меня можно на работу сюда брать. Можно брать. Ребят, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Жень, тебе огромное спасибо за свое время на фузу. Тебе спасибо за доверие. За хорошее отношение. Ребят, все цены будут внизу в описании на проделанные работы и на запчасти. Посмотрите, кому интересно, проанализируйте.